Приветствую всех любителей интерактивных развлечений в общем, ну и игр Bethesda в частности. Сегодня у нас есть немного новостей относительно серии Fallout, пара интересностей о грядущей экранизации Doom, ну и по мелочи зацепим Dying Light 2, который я очень жду. Сейчас, когда на дворе весна, а до E3 еще долгие месяцы ожиданий, новостей о любимых игровых сериях практически не появляется. Но что-то обсудить все-таки можно. Включите ваши пи-бои или терминалы погромче и не забудьте влепить этому ролику ядер лайк. Давайте приступим. Приятного просмотра. Первая новость касается Fallout 76. На прошлой неделе мы лицезрели уникальных парней, что писали на реддите свои истории о истинной концовке новой игры. Если забыли, то напомню, один из пользователей предложил, что если уничтожить все гнезда свирожогов, а затем прикончить их королеву, то откроется самый настоящий финал игры, и можно будет получить что-то большее, чем стандартный лут за убийство этого монстра. И все бы хорошо, но спустя несколько дней все тот же человек на все том же форуме описал свою последнюю сессию. Он вместе с компанией своих товарищей воплотил план в жизнь. На это у них ушло 10 часов реального времени. Они взорвали расщелины, а затем вызвали королеву, которую, к сожалению, не смогли одолеть в одиночку. Спустя время другой пользователь форума сообщил, что его команда смогла уничтожить после всех действий последнего босса, и им выпал обычный неизмененный лут. Скажу так, идея изначально была притянута за уши, но теперь эти люди потеряли еще по десятку часов Fallout 76, и доказали то, чего не нужно было доказывать. На самом деле, как бы я ни относился к Fallout 76, меня поражает, что игра постоянно фигурирует в новостях. Что-то о ней допишут новостные сайты, постоянно кипит жизнь в соответствующих ветках различных форумов. На самом деле, даже немного жаль, что игру с таким потенциалом загубила грубая реализация. Будем надеяться, что Bethesda учтет эти ошибки на будущее, и в следующий раз все будет хорошо. К слову, насчет потенциала. Игроки в Fallout 76 порой создают что-то действительно уникальное. Например, один из пользователей все того же Reddit под ником Volt101ManGuy создал в игре лабиринт Минотавра, куда вместо античного монстра добавил обычного когтя смерти. Он бегал вокруг своего сооружения в халате и тапочках, и дружескими эмоциями зазывал внутриразличных бедолаг. Из-за своего добродушного внешнего вида, автору ловушки доверяли и заходили в постройку. Внешне напоминаю еще какой-то карнавальный павильон. Но попав внутрь, дверь за игроками закрывалась, и они начинали искать выход из лабиринта. Но где-то здесь уже шастал разъяренный коготь смерти. Автор этого дела наблюдал за всем сверху. Как он объяснил свое поведение позже на форуме, он просто хотел увидеть настоящий опыт переживания страха. Уж не знаю, насколько это может быть страшно в игре под названием Fallout 76, но хотелось бы спросить у вас, дорогие зрители, так ли страшен коготь смерти в последней игре серии? В Fallout 4 эти ужаснейшие звери падали с нескольких выстрелов, если прокачиваться нормально, а не как ретард. Напишите ваш опыт встречи с когнем смерти из Fallout 76 в комментариях, будет интересно почитать. К счастью, заниматься созданием лабиринта и рестроить теории об истинной концовке больше не придется, ведь Bethesda наконец показала миру труды своей работы, выпустив апдейт Wild Appalachia, который призван скрасить тоскливые будни любителей онлайнового флача. Среди самых заметных нововведений в апдейте присутствуют задания из линейки Паранормально Копытный Ужас о чудовищах из Апалачи. Линейка квестов только вперед, где мы можем отправиться в дремучие уголки леса, дабы узнать о скаутах-пионерах. Вроде как за выполнение этих заданий можно получить некие знаки отличия и новые звания. В игре появился легендарный торговец, а также теперь можно разбирать предметы. Чем больше рейтингу предмета, тем выше шанс раздобыть качественную снарягу. В игру добавили косметические предметы для кэмп, а также торговые автоматы и новый фотоаппарат. Кстати, интересно, как будет работать эта система с личными торговыми автоматами, учитывая, что на сервере обычно не так много игроков. Автоматы будут ставить нарочито в самых людных местах, откуда вытечет конкуренция. Как сообщалось раньше, в игре появилось пивоварение и винокурение, ну и, конечно же, интрига всего дополнения, там можно открыть секрет запрещенного напитка ядер самогона. Кроме того, в игре появилось событие «Карнавальное шествие» и появился режим «Сюрвайвл». В нем гораздо меньше ограничений и стало существенно больше наград. Собственно, давайте посмотрим на трейлер, там все нам и продемонстрируют. «Карнавальное шествие» «Карнавальное шествие» «Карнавальное шествие» «Карнавальное шествие» Если ненадолго отвлечься от 76-го и посмотреть на всю серию 3D-фалачей и DLC к ней, то можно найти множество противоречий в лоре, какие-нибудь странные события и так далее. Однако Конора Роулингса, писателя, художника и поклонника серии Fallout, это нисколько не смущает. Данный человек изучил все тексты из Fallout 3, 4, 76, New Vegas и их дополнений и составил детальную хронологию постъядерного мира. Ссылку на этот Google Doc я оставлю в описании, он, разумеется, на английском, но я думаю, вам станет все понятно, учитывая, что заканчиваются события дополнением Newka World, а начинается с вымирания динозавров. Энтузиаст в разговоре с журналистами сайта Еврогеймер сообщил, что создать таблицу было не так уж и сложно, а все, что он делал, это лишь читал статьи из терминалов, записки и расшифровки голодисков. Начал работать над данной таблицей автор в июне прошлого года, когда состоялся анонс Fallout 76. Кстати, на вопрос, почему в таблице добавлена информация из первых двух фалачей сайта Википедия, он ответил просто, классику он не играл. Так что можете смело в комментариях писать о том, какой он подлый, ньюфак и все такое. На мой взгляд, мартышкин труд, но радует хотя бы то, что как поклонник серии Fallout, данный автор сделал хоть что-то полезное, а не верещал на форумах о том, какой плохой тот Говард, ну и так далее. К другим новостям. В интернете появился маленький тизер нового фильма экранизации видеоигры Doom. По ролику сразу стало ясно, что авторы не возлагают на фильм никаких надежд. В центре сюжета Annihilation — отряд космических солдат. Они отправляются на Марс, где, разумеется, развернется ад и будет полная жесть. Премьера фильма случится осенью этого года, на различных сервисах и сразу на носителях. В кинотеатрах фильма не будет. Слава богу. На вопрос, зачем вообще было снимать эту жесть, есть очевидный и простой ответ. Последний, он же первый, фильм Doom вышел аж в 2005 году. Он был далеко не самым успешным в плане сборов и поэтому Universal не стала клепать сиквелы. О экранизации Doom будто бы просто забыли. Однако со временем, когда id Software выпустила довольно успешную игру, Universal зачесались. Ведь если долго ничего не делать по чужой франшизе, права на неё могут отозвать назад. И поэтому, чтобы не просрать лицензию, нужно срочно запилить какой-нибудь кал, так сказать, straight to DVD. Подобная ситуация вроде как была за Звёздным Десантом 2, а также недавней Фантастической четвёркой. Хотя в последнем случае, возможно, я что-то путаю. В общем, данное кино ждать не стоит. Но если вы, как я, кинематографический извращенец, то посмотреть надо. К слову, разработчики Doom в Твиттере уже полностью открестились от причастности к новому фильму. И правильно сделали. Dying Light 2 анонсировали громко с помпой, но о главной теме игры нам так до сих пор ничего и не рассказали. Зомби остались чуть ли не главной загадкой, ведь нам их продемонстрировали лишь в небольшом моменте из трейлера. Исправить эту ситуацию поторопился сайт Games Radar Plus, где с нами поделились концепт-артом одного из зомби, а также рассказали о видах, которые появятся в игре. Действие игры развернётся через 15 лет спустя событий первой части, и со времён оригинала зомбаки немного изменились. Итак, в игре нас ждут. Vital. Обычные жертвы вируса. Сохраняют человеческие черты и остаются очень быстрыми и опасными противниками. Избегают солнца. Bitter. Классический зомби. Как и положено такому виду, он медленный и боится солнечного света. Degenerat. Если зомби долго находятся на солнце, то куски их плоти начинают отваливаться. Дегенераты – одни из самых простых противников в игре. Volatile. Один из самых опасных противников, охотится за людьми только по ночам. Как только вы его видите, рекомендуется сразу брать ноги в руки и бежать. На самом деле, вся эта ситуация с зомбаками, боящихся солнца, напомнила мне о недавнем сериале Kingdom от Netflix, где зомби-апокалипсис разворачивается во времена средневековой Кореи. Сериал очень крутой. Если вы до сих пор не видели его, то обязательно посмотрите. А на этом сегодня с новостями покончено. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно поставьте под ним ядер лайк. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал, тыкать в колокольчик и оставлять ваши квантовые комментарии. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok